Вы начинаете, первое, всегда со слова «нет». Говорить «нет» в ответ на неудобные просьбы учили подростков. Старшеклассников 85-й школы Сорумского района собрали вместе, чтобы не просто научить их общаться друг с другом, но и выходить из сложных ситуаций, которые так часто возникают среди ребят. Например, когда детей уговаривают попробовать алкоголь или наркотики. Мы изучили новую схему, как можно ответить «нет» без конфликтных ситуаций. Во-первых, нужно стараться прийти к компромиссу и сделать акцент на том, что человек может понять и войти в ситуацию. Несколько раз нужно отказаться и потом сделать комплимент человеку, чтобы задобрить его как-то так. Ребятам такие занятия по душе. Вместо скучных лекций они играют друг с другом, представляют сложные случаи и одновременно обучаются. Вот знакомые ситуации, когда одноклассник просит списать домашнюю работу. Миш, прости, я еще сама не сделала. Делай быстрее, а то я не успею списать. Не груби меня, или я сделаю ошибку и тебе не помогу. Вот смотрите, она ушла в рассуждательство. Это однозначно, что она не откажет. На простых примерах подростки учатся жить. Именно такие занятия помогут им в дальнейшем преодолеть трудности. В частности, разрешить конфликт, который рискует перерасти в драку. Если человек проявляет агрессию, то надо разговаривать спокойно, то есть не реагировать на агрессию агрессии. То есть это все равно не приведет к чему-то хорошему. То есть если два человека агрессивных, то есть только будет раздор, а компромисс все равно не достигнешь. Но главное, когда придет час и на их жизненном пути встанет соблазн в виде бутылки алкоголя или сигареты, они знают, что делать. Нужно просто стоять на своем до последнего, сказать четко, что нет, я не буду, у меня есть своя сила воли, у меня есть свое мнение, не надо на меня давить. То есть иногда помогает просто выход из конфликтной ситуации, то есть просто взять и уйти, к примеру, не находиться в этом обществе, не окружать себя этим обществом. Конечно, одного такого тренинга мало, поэтому в Нижнем Новгороде для подростков разработана целая система профилактики отказа от вредных привычек. Она заработала еще в 2001 году и уже успела показать себя. Подобные тренинги опробовали сначала в лагерях, а потом проследили, как они отразились на ребятишках. Результаты превысили все ожидания. Конечно, мы диагностику проводили у ребяток на входе и на выходе, все это сравнивали годами, и, в общем-то, у нас очень хороший результат получился. Ребята иногда бросали прямо вот в ходе тренингов. Сегодня специалисты регулярно приходят в школу и беседуют с детьми. Такие занятия начинают проводить уже с начальных классов, и не только с ребятишками. Родители тоже нуждаются в помощи и советах психологов, ведь, как известно, все начинается с семьи. Поэтому очень важно, чтобы маленький человечек чувствовал себя комфортно и уютно в окружении родных и близких.